Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Рассказ о книге, которая находится сегодня на нашей полке, хотелось бы начать словами самого автора. «Знаю, что на непрочной ладье пускаюсь в дальнее плавание, или на малых крыльях уношусь к звездному небу, тогда как и небесным умам не достает сил возблагоговеть перед Богом, сколько должно». Именно так поэтично начинает книгу своих песнопений таинственных один из величайших святых церкви, архиепископ Константинопольский Григорий. Православная церковь именует святителя богословом за особый дар постижения тайн Пресвятой Троицы, за стремление, как писал сам святитель, открыть божество или определить великого Бога и дать ключ ко всему. Познакомиться с творчеством святителя Григория Богослова, открывающим нам божественные тайны, поможет эта книга, вышедшая в свет в издательстве «Правила веры». Итак, сегодня мы предлагаем вашему вниманию сборник, в который вошла большая часть поэтического богословского наследия святителя Григория. Это сочинения песнопения «Таинственные» и его стихотворения. Но прежде чем с ними познакомиться, давайте вкратце вспомним житие святителя, входящего в круг величайших богословов IV века, так называемых «великих каппадокийцев». Святитель Григорий родился около 329 года в Каппадокии, близ города Назианза. Отец будущего святителя происходил из христианской семьи. Его мать, святая Нонна, была ревностной христианкой и приложила все свои силы к тому, чтобы дать Григорию истинно-христианское воспитание. Отец же стремился дать ему лучшее богословское образование. Будущий святитель начал учебу в родном Назианзе, а затем продолжил ее в школах Кесарии Каппадокийской, Кесарии Палестинской, Александрии, и завершил образование в Афинах. Он основательно изучил античную литературу и философию в совершенстве овладел ораторским искусством. Еще в Кесарии Каппадокийской святой Григорий познакомился с другим святильником церкви, святым Василием Великим. Их дружба окрепла во время совместной учебы в Афинах и сохранилась на всю жизнь. Окончив учебу, святой Григорий вернулся в родной Назианз, надеясь проводить здесь уединенную жизнь в созерцании. Однако в 359 году отец против воли посвятил его в священный сан. Смущенный этим обстоятельством, Григорий бежал из Назианзовпонт в монастырь своего друга Василия. И только по настойчивому требованию отца вернулся к месту своего служения. А впоследствии, по настоянию уже святителя Василия, принял епископский сан. Как известно из жития святого в 70-е годы IV века, христианский мир оставался разделенным на две части – православную и арианствующую. Тогда Собор православных епископов принял решение отправить святого Григория в Константинополь для борьбы с еретиками. С этого времени он и становится главным защитником православия на Востоке и за свои заслуги получает от церкви имя «Богослов». Говоря о творческом наследии святителя Григория, стоит отметить, что все его творения принято разделять на три группы – слова, письма и стихотворения. Всего сохранилось 45 слов, произнесенных святым Григорием. Они могут быть разделены на догматические, праздничные, похвальные, надгробные, защитительные и обличительные. Из догматических наибольшее значение имеют пять слов о богословии, в которых раскрывается православное учение Святой Троицы. Слова на праздники – Рождество Христово, Богоявление, Пасху, Пятидесятницу и другие – представляют собой образец глубокого осмысления сути главных христианских праздников. В словах похвальных, надгробных, обличительных и защитительных содержится много ценных исторических сведений о современниках святого Григория, его отце и матери, святителях Василия Великом, Афанасии Александрийском, Григории Низском. Много в этих словах и автобиографического материала. Обличительные же слова против Юлиана Ступника представляют нам сведения о церковной жизни в годы правления этого императора. Из эпистолярного наследия святителя Григория до нас дошло 249 писем. Большая их часть относится к последним годам жизни святого. Некоторые письма имеют важное догматическое значение. Весьма значительную часть наследия святого отца составляют поэмы и стихотворения, которые также принято подразделять на три группы – догматические, нравственные и исторические. В последней группе содержится много интересного автобиографического материала. Вот, например, в этой книге под названием «Песнопения таинственные» мы читаем следующие строки святителя, в которых он пишет о себе. «Где крылатые речи? В воздухе. Где цвет моей юности? Погиб. Где слава? Сокрылась в неизвестности. Где крепость хорошо сложенных членов сокрушена болезнью. Где имение и богатство? Иное взял Бог, а другое зависть передала в хищные руки злодеев. А родители и священная двоица единокровных сошли в могилу. «Оставалась у меня одна родина, но и оттуда изгнал злобный демон, воздвигнув против меня черные волны. Теперь я, одинокий странник, скитаюсь на чужой стороне, влача скорбную жизнь и дряхлую старость. Не имею у себя ни престола, ни града, ни чад, хотя обременен заботами о чадах и, непрестанно скитаясь, день за днем провожу на ногах». Так поэтично пишет святой о себе в своих песнопениях таинственных. Сочинение, давшее название книги, было написано святым Григорием на 58-м году жизни, в уединении, после удаления из Константинополя, и является венцом богословия великого святителя. В 12 песнопениях он обозрел основы домостроительства Божья, святую Троицу, сотворение мира, промысл Божий, ангелов, человеческую природу, пришествие Христова и по пути наследования блаженства вечного. В стихотворениях святитель прославляет Бога, изливает ему свои скорби, открывает читателю радость богопознания. В своих двустишиях, одностишиях, четырехстишиях, кратких, но емких, дает глубокие и разносторонние наставления. Завершают сборник определения слегка начертанные, в которых с удивительной глубиной постижения раскрывается смысл множества вещей. Перевод выполнен в середине XIX века богословами Духовной Академии Москвы, которым удалось сберечь поэтическую образность изложения святителя и донести точный смысл его мысли. С непорочной ладьей, с малыми крылами сравнивал скромные человеческие возможности Григорий Богослов на Зианзин, один из великих святых церкви и константинопольский архиепископ. Что дальнее плавание, что путь к звездам в сравнении с дорогой к Богу, самой главной дорогой в жизни человека. Смиренно и поэтично этот великий человек смотрит на мир, созданный божественной премудростью. Благоговением и трепетом наполнены его песнопения таинственные книга, в которой каждый ищущий Бога заметит целостный, проникновенный взгляд на тайну Пресвятой Троицы, на стремление человека познать и принять божественный замысел. Дорогие друзья, ну а нам сегодня пришла пора прощаться. Читайте мудрые, душеполезные книги. Вы всегда найдете их в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok